Добрый день, дорогие подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом подкасте. Объясню вкратце. Те, кто следят за моей деятельностью достаточно давно, они знают, что на этом канале, конечно, львиная доля контента это так или иначе какие-то разборы, прогнозы и так далее. Иногда на номерные турниры я записываю, в том числе, подкасты с обзором прошедшего турнира. Стараюсь на все номерные делать, но не всегда физически у меня есть время на это. Но тем не менее. А также, ранее, когда мне было достаточно много свободного времени, я в том числе цеплял всевозможные темы, касаемые мира ММА. То есть, какие-то события, что-то произошло, там, да, знаковое, там, какой-то вопрос на зрелую аудиторию. И вот это разбирали, в общем-то. Причем это касалось даже не ставок, а вообще в целом чего-нибудь, там, да, что происходит в мире ММА, там, да, кто кого подписал, кто кому бабок заплатил, не заплатил, чего нам ждать, там, какое-то развитие и так далее, и так далее. То есть, там, кого-то засудили, судейский бушит, там, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, недавно в чате обсуждали мы в очередной раз разные вопросы, животрепещущие из мира ММА. И конкретно снова некоторые ребята задались вопросом. Типа, почему бойцам UFC так мало платят? Вот. А я, как бы, такой думаю, а нахуй вы такие вопросы задаете? Мы же это все сто раз уже обсуждали. Но, как бы, сто раз обсуждали. Аудитория-то меняется постоянно. А сплит, он так или иначе, в том или ином виде, в виде группы или чего-то еще, существует уже достаточно много лет. И люди реально новые приходят, они не понимают, о чем идет речь. Поэтому я сказал, ну, поинтересовался у людей в качестве опроса, в том числе в группе. Хотели бы ли вы подкаст на эту тему вообще в целом, да, по поводу зарплат бойцов UFC, по поводу того, как вообще UFC устроено. Не в том, как это истинно выглядит и так далее. Я не Дана Уайт и не вхожу в совет директоров, там, да, аукционеров. И как я это вижу? Я могу лишь своим мнением поделиться. Но оно очень часто базируется на конкретных каких-то фактах, доводах и так далее. Ну и также я ребятам сказал, что, ну, как бы, ладно, тема достаточно обширная, но, тем не менее, если вас интересует что-то еще из мира ММА, потому что все друг на друге связано, вы можете в комментариях, там, под постом, в Телеграме еще дополнительные вопросы накидать. Ну, какие-то вопросики накидали, я их сюда вынес. Ну и, в частности, я такие подкасты раньше любил записывать в более удобное для людей время. Вот, и вот сейчас здесь начинается уже запись, как раз-таки, будет в Телеграме, голосовая версия. Вот, так, так, так. Та-та-та-ра-та-та-та. Да, вроде бы все должно быть включено, уже запись должна здесь пойти. Я любил это делать в прямом эфире. То есть я запускал, вернее, как в прямом эфире, я запускал чат дополнительно голосовой в Телеграме. Включал режим записи, любой желающий мог подключиться. И в определенный момент, как бы, когда я, например, заканчивал какую-то тему или в целом, да, там, обзор, выпуск и так далее, я предоставлял возможность подписчикам высказать свое слово. Там, задать вопрос, высказать свое мнение и так далее, и так далее. То есть я сейчас это запустил просто для наглядности, чтобы вы видели на Ютюбе, как это вообще происходит. И в дальнейшем, если реально я вижу отклик от аудитории, что им это надо, им это интересно, это можно будет возобновить. Можно будет хоть раз в неделю собираться и что-то там обсуждать. Как бы накапливать пакет вопросов, сели, попиздели, разобрались там, да, и так далее. Да и вообще в целом, я напоминаю, что голосовой чат так или иначе запускается на все турниры UFC во время трансляции, а в том числе на какие-то другие события. Ну и, как вы уже поняли, выпуск этот будет тягомотный, долгий. То есть, имеется в виду, что это не какой-то выпуск на 5-10 минут, да и по таймингу вы наверняка уже видите. Здесь больше про попиздеть. Я не знаю, может быть, на вечер оставьте подкаст перед сном, включите там, да, чтобы там вас убаюкал мой голос нежный. Ну а мы сейчас конкретно, уже конкретно я перехожу к темам. Возможно, по ходу выпуска там кто-то подключится, хотя вряд ли это случится в 7 часов утра по Москве, но тем не менее. Если кто-то будет в голосовом чате, у него будет возможность потом высказаться и так далее. Вот. Теперь я начну, наверное, издалека. Я здесь отдельно даже буду выносить какие-то скобки для тех ребят, которые смотрят мои подкасты. Некоторым кажется, что Мишаня грубоват. Сейчас, 5 секунд. Мишаня грубоват и оскорбляет бойцов. А еще обзывает подписчиков. Хотя самого Мишаню обзывать нельзя. Друзья, вот такая вот вселенская несправедливость и так далее. Теперь давайте просто определимся вкратце, чтобы вы понимали мое мнение, если вы смотрите меня не так давно. Я человек взрослый. Ну, банально, я уже не так молод, как хотел бы, наверное, когда-то. Мне не 17 лет и не 20 лет и даже уже не 27. Мне 30, по-моему, один уже. В мае будет 32. И со временем, банально, всего, чего бы я ни касался, я начинаю потихоньку не то, чтобы терять к этому интерес, а смотреть на это с разных сторон. Безусловно, когда я был молодой, дерзкий, в кавычках, да, я как-то отождествлял себя там, да, с людьми, которые бьются в клетке. Мне там, даже если напрямую себе это не говорил, но мне хотелось себя представлять там, да, вот бойцом. О, как это клево, классно, а вот я бы тоже мог бы там когда-то, там, что-то там где-то. Ну, просто банально, такие человеческие, человеческий такой фактор, юношеский максимализм. Но со временем ты вырастаешь и смотришь на это, опять-таки, широко, отслеживаешь вообще все это информационное поле, ты понимаешь, что, в принципе, как правило, среднестатистический боец – это необразованный, невоспитанный человек, который позволяет как в клетке себе достаточно много лишнего, так и в повседневной жизни. У очень многих из них, и это касаемо не только России, а в целом мира, там, да, у бойцов проблемы с законами. У кого-то там драки, перестрелки по ножовщине, изнасилование, грабежи. Некоторые из бойцов, которые выступают, в том числе, в топ-лигах, они не то что имели проблемы с законом, они сидели банально там, да, причем за очень тяжелые статьи, вплоть до убийства, вот. И кому-то, я как бы не вижу в этих людях примера для себя, вот в чем все дело. И даже более того, я не вижу в этих людях ни для кого ни примера. Есть отдельные единицы, отдельные люди, которые действительно, ну, в целом достойные люди, можно так это выразить, и не в моей даже системе координат, а в целом. То есть, когда человек не делает никому ничего плохого, когда не призывает никого делать чего-то плохого, ни по какому-либо поводу, тот человек, который старается там просто жить хорошо, а если при этом еще и старается кому-то сделать в этом мире лучше, то это уже, в принципе, человек достойный. Вот таких людей в мире, в принципе, не так много, а в бойцовской среде и того меньше. Поэтому грубовато, оскорбляю, я просто отношусь к бойцам так же, как и ко всем остальным людям, я никого не превозношу, вот. И если реально человек заслужил, как мне кажется, там, да, нелестного к себе отношения, я высказываю ровно так, как я это считаю нужным. Вот и все. Ну, а что касаемо того, что на моих ресурсах нельзя на меня выебываться, ну, на то они и мои ресурсы, собственно, вот и все. Что по кайфу, как говорится, то и делаю. Для того, собственно, я их создавал, чтобы от всяких долбоебов иметь банальную защиту в плане двух кликов мышки, который приводит к бану. Вот и все. Это раз. Так, ждем, это не то. Хотел бы я начать, наверное, даже издалека. Вот один из подписчиков задал вопрос. Что необходимо российским организациям, чтобы выйти на следующий уровень? И отчасти я даже еще добавлю сюда некоторую переписку небольшую в чате была. Один человек явно, скажем так, по крайней мере, бывалый в мире ММА. Ну, мы же разные ребята общаемся в чате. Кто-то там, кто чем занимался. И в частности, один из подписчиков, я особо сильно с ним там тет-тет-тет, не общался, я даже сказал, вообще не общался. Но из переписки я увидел, что человек действительно там и сам выступал, по крайней мере, ранее там, да, из разговора с ребятами, и стало ясно, что он в какой-то момент там что-то на Москве или в юноше до 20 бился там лет 5-7 назад, да. Вот, и, видимо, душа у него за этот вид спорта болит все-таки. И вот он там задавался, как раз когда выложили один из роликов про поп-ММА, кто-то кому-то ебало там набил, то ли панин пизды получил, то ли что, он там ответил, что вот куда катится этот мир, вот как вообще вот это вот все, там, как так получилось, что вот до такого докатились. И в частности, вот, например, вопрос от другого даже человека, что необходимо российским организациям, чтобы выйти на следующий уровень. А где, собственно, этот уровень, на котором сейчас находится российская ММА? О каком вообще следующем уровне есть, ну, можно говорить, если сейчас никакого нет и более того, никогда ничего не было? То есть, вы поймите, не менялся мир ММА, менялось отношение людей к нему. То есть, в определенный момент было, как бы, скажем так, хайпово, да, считать себя причастным к этому. То есть, как-то, да, было хайпово в плане быть типа а-ля шарящим в этом. То есть, когда появляется какая-то новая тема, она далеко не всем ясна и понятна, а ты в этом вроде бы типа разбираешься, это тебя ставит на какую-то ступень выше, чем людей, которые пытаются этим интересоваться со стороны. То есть, ну, вот банально, да, есть, например, там, Федя Емельяненко, который в определенный момент был очень популярен и известен. И, как вы помните, допустим, он, подравшись Праде, получив достаточно большую славу, подравшись потом в Страйкфорсе, в определенный момент завершил карьеру. В частности, там, да, потом начал заниматься какой-то околополитической деятельностью, был основан Союз ММА России, и он стал такой фигурой достаточно значимой в целом, в российском мире, даже не в спортивном. По крайней мере, стал неким символом, за который хотели, скажем так, поддержаться многие. И вот, например, когда он вернулся в ММА и провел несколько поединков, в том числе под эгидой, допустим, М1, то его само присутствие на турнирах в качестве бойца начало привлекать разную всякую аудиторию. Там, да, Бомонт, так называемый. Людей, которые вообще к миру ММА, еще раз повторяю, никакого дела не имеют. И отчасти это, в том числе, ну, привлекло внимание и СМИ, с другой стороны. Там, как-то они начали этим интересоваться, смотреть, начали пытаться на этом взращивать каких-то новых героев. Там, да, то есть люди, в принципе, начали появляться на ММА и там всяких событиях, имеются люди из мира шоу-бизнеса, там, да, дабы показать, что, да, вот, посмотрите, я, типа, этим интересуюсь, я, типа, в общем-то, тоже, типа, что-то, типа, да, не погулять вышел. Спортсмены всевозможные и так далее. Хотя, по большому счету, им, наверное, нахуй не надо это, да, но, тем не менее, это стало отчасти интересно. Но, по факту, по факту, успешность, на самом деле, интерес определяется, прежде всего, деньгами. Ни один из промоушенов Российской Федерации, который до этого существовал, за все времена, ни один из них финансово выгодным и прибыльным не был. Ни ACA, ни ACB, когда он таким был, там, да, Ахмат Чемпионшип Беркут, ни М1, ни Файт Найтс, там, да, до посадки Зеевудина Магомедова, ни после посадки Зеевудина Магомедова, уж тем более, да, то есть, и даже сейчас он финансово не окупается. То есть, это всем должно быть понятно. То есть, скажем так, оплата и проведение турниров проводится каким-то другим образом. Тот же самый Камил, допустим, да, когда был упадок у Файт Найтс, он же откровенно говорил, что на тот период, до того, как его купил этот Мурад, по-моему, Мурадов, по-моему, фамилия, что ли, у него, что по факту, типа, мы турниры, мы имеем сейчас на данный момент только бренд, и все, больше у нас ничего нет. И проведение турнира зависит от того, сможем ли мы найти заинтересованных людей, которые вложатся и проспонсируют проведение ивента в том или ином регионе, будь то Дальний Восток, там, какая-нибудь республика, какой-нибудь турнир, там, не знаю, губернатора, или вообще Казахстан. То есть, дефолтно это выглядело так, что есть там один, два, три бойца, более или менее с именем, да, везем их там туда, все это там организовываем, добиваем карт просто местной какой-то шелухой, и вот, в общем-то, турнир Fight Nights, там, 100 тысяч 500 проведен, вот. А так-то, по большому счету, еще раз говорю, уровней никогда никакого не было. Просто в определенный момент приходили люди, которые считали должным потратить свои деньги, не получив, да, за это ничего, и тем самым, да, там, намутив какую-то картинку. Но в целом, как таковой культуры не создалось, там, да, внутреннего рынка какого-то толкового не получилось. То есть, в определенный момент из-за всплеска бабла, конечно, очень многие люди ломанулись в ММА, потому что реально там платили, и была конкуренция. Как вы помните, был М1, был Fight Nights, был ACB, они там перетягивали бойцов друг на дружке. Вот этот период, он, пожалуй, даже в минус сыграл для многих ребят, потому что они ломанулись в мир ММА, а потом бабки как бы кончились, промоушены позакрывались, количество турниров, проводимых в России, стало намного меньше, и, соответственно, люди эти оказались нахуй не нужны. А человек как бы, да, в определенный момент сделал осознанный выбор, ушел, например, там, не знаю, из борьбы, где он был там на вторых, на третьих ролях, но тем не менее был, там, да, или человек, который мог, в принципе, там, не знаю, за этот период получить какое-то образование или реализовать себя в какой-то другой сфере, он решил выбрать свой путь здесь, а у него, простите, спонсоров нет, там, родственничков каких-то там тоже нет, там, да, и он оказался не у дел, он оказался ни о чем. Другое дело, что, конечно, через некоторое время появилась так называемая поп-ммэй, и далее, там, да, если ты из себя хоть что-то представляешь, ты можешь просто, там, ну, действительно, пойти, там, на кого-то, там, напердеть, накричать, на кукарекать, подраться, там, за три копейки, но, тем не менее, подраться, хотя бы с кем-то, хотя бы как-то, какую-то известность получить. И многие люди же туда действительно идут не ради того, чтобы получить деньги и за гонорар, за победу, а чтобы получить внимание и хайп. Вот в таком виде у нас сейчас происходит, ну, то, что у нас сейчас есть, вот оно вот так вот есть. И реально, интерес аудитории, прежде всего, да, показывает, что на данный момент в России поп-ммэй интересней, чем ммэй. Ну, вот так я это вижу. Есть, безусловно, там, один, два, там, три бойца, которые действительно могут собрать арену, там, да, действительно привлечь внимание к турниру и так далее, но замены я им что-то не вижу, откровенно говоря. Но вот есть Владимир Минеев, и то Владимир Минеев без Магомеда Исмаилова, это, мягко говоря, так себе ж. Та себе еще Петрушка, а на его бой, например, с каким-то мешком вряд ли кто-то там пойдет, и вряд ли на этом получится большие бабки какие-то собрать. Есть еще пока там что-то привлекающее себе какое-то внимание Шлеменко, и то отчасти он, это из-за того, что он последние годы активизировался в инфополе, там, часто мелькает, что-то там говорит, дает оценку тем или иным действиям, там, примазывается, там, к разным инфоповодам и так далее, да. В том же самом ACA, ну, вот, медийных бойцов вообще не осталось. Ну, кто? Кто? Кто там есть, блядь? Иван Штырков, Штырк Иванов, собственно, местные кавказцы, ну, они интересны, по сути, только кавказцам. А кавказцы, как мы знаем, они не платят, не хотят платить ни за билеты, ни за платные трансляции, ни за что бы то ни было еще. Секундочку. Ну, это, по сути, что касается Russian MMA, то есть, и тут суть такая, что организациям тут делать-то и нечего, то есть, по большому счету, что организация может предложить? Она может предложить бои. У нас аудитории нет, которая будет, там, не знаю, у нас, ну, просто, у нас просто фан-база дерьмо, откровенно говоря. Вот так вот скажем. Конечно, это сейчас и звучит, типа, там, если даже перейти немного в политику, что там вот, там, люди-холопы, там, и так далее, люди-говно. Нет, ну, просто у нас фан-база не та. Просто, ну, не то. Просто банально. Да не интересно, нахуй, никому MMA, по большому счету. Никто не хочет в это погружаться, у нас нет. У нас банально, вы даже можете посмотреть даже не на организации и не на фанатов, там, фактически зрителей. То есть всегда в данном случае определяющим звеном будет информационная вот эта прослойка, так называемые информационные ресурсы, журналистика и так далее. Если мы посмотрим на Запад, допустим, и чтобы как-то, да, более трезво все это оценивать, я вам рекомендую, допустим, посмотреть на сайты Джанки, MMA Fighting, посмотреть, как работает в информационном плане Twitter. Я-то Twitter пользуюсь уже много лет, потому что действительно всю хорошую и там правдивую информацию оперативную я там достаю. То есть банально, там, я увидел какой-то вброс в ВКонтакте, зашел в Twitter, проверил, хуйня, пиздеж, нет официального анонса. То есть и все информационные ресурсы, там, так или иначе, блогеры, анонсеры и так далее, они в Twitter работают. Ну, Facebook отчасти тоже можно использовать с Instagram, но Twitter в этом плане гораздо удобнее по хэштегам и так далее. Ну вот, у нас нет журналистики нормальной, просто нет. У нас комментаторы говно, у нас журналисты говно, у нас просто нет журналистов, у нас один бедолага лютиков на всю страну, как бы на всю СНГ и до свидания. Остальные, это просто, блядь, это даже слов нет. Много раз говорил, это просто уебище. Вот, не каждая по отдельности, а в целом, вот это вот все, что можно назвать ММА-журналистикой в России, это все уебище. И это главный показатель того, что Russian MMA в России нахуй никому не надо. Это даже не Russian MMA, а в целом ММА, я бы даже так сказал. Но опять же, в соотношении, допустим, с какими-то другими видами спорта и так далее. Вот. Ну, касаемо матчапов, я не буду ничего отвечать. Так. Ну, и все остальные вопросы, они по сути, касаются уже организации. Вот. Ну, так, вкратце, вот еще отвечу. Касаемо, стоит ли ждать чемпов из СНГ в 2022? Ну, Анкалаев, конечно, под вопросом, под вопросом, но, пожалуй, реально, вот, темная лошадка идет Анкалаев, просто никто на него не смотрит особо, да? Ну, по большому счету, наверное, у него больше всего шансов там что-то завоевать, только потому, что полутяжелый дивизион, это такая домная херня, а Тишера там, старикан, и так, как бы, да, скоро карьеру завершит, а по большому счету, с кем там драться? То есть, если кто-то ждет СНГ чемпиона, то я бы не стал смотреть в сторону Аскарова, там, Махачева, кого-то еще, я бы в сторону Анкалаева посмотрел, там реально шанс есть. А что касается турниропрогнозистов, да многие уже и забыли про него, и я не хочу о нем вспоминать, слишком муторно, слишком муторно, хоть и интересно, так, ну а теперь переходим к непосредственно основной теме этого подкаста, то есть, люди интересовались, вот писали, и до сих пор пишут время от времени, что вот в ММА мало платят, вот в Ю, даже не то, что в ММА, в UFC мало бойцам платят, в UFC бойцам не доплачивают, но теперь смотрите, давайте разбираться, есть отдельно взятый, можно назвать, вид спорта, профессиональный вид спорта, профессиональный ММА, вот так это назовем, да, если смотреть в среднем по больнице, именно по миру ММА, то UFC самая крупная организация, это раз, у них получается минимальные контракты, то есть, которые они предлагают бойцам, просто ты на коротке выскочил, ты получаешь столько, сколько, ну в плане, как бы, других организаций платят, там, чуть ли не топом, условно, я не помню, какая последний раз цифра была, последний раз, когда я интересовался и смотрел, это было там, не знаю, года два назад, минималка в UFC была что-то типа 13 плюс 13, то есть, ты гарантированно, в случае, получается, выхода на бой, даже проигрыша, получаешь 13 тысяч баксов, если же ты победил, плюс 13 сверху, то есть, что у 26, при этом, при всем, есть еще такая ситуация, к этому тоже позже, более разумето вернемся, как спонсорские выплаты, то есть, у UFC есть договор, контракт с производителем спортивной одежды, например, был договор с Рибок, сейчас договор с Веном, и за счет этих выплат, которые платит организация, там, да, по производству одежды и спортивной экипировки, UFC, происходит отчисление бойцам, и то есть, тот боец, который идет выступать в UFC, который на коротке даже вылетел, какой-то дебютант, то есть, гарантированно, к 13 тысячам, которые он заработает, минималки, вот, даже если он проиграет, он получает вот эту вот выплату за участие, причем эта привязка идет даже не просто за выход, за участие в медиа недели, то есть, вот ты в течение недели, там, вот тебе, как бы говоря, за неделю вот это, то, что ты приехал, там, заселился туда-сюда, и так далее, причем за счет компании, там, да, тебе еще и, по сути, бабок заплатили от спонсора, то, что просто ты его шмоткой ходишь, то есть, зачастую бойцам, неизвестным и так далее, сложно найти сразу же для себя спонсора, особенно, если ты бьешься в каком-нибудь очке, там, открываешь карт, перелимы и так далее, а вот тут тебе сразу, по сути, бабок дают, то есть, причем, опять же, надо же понимать прекрасно, что боец сам по себе, какому-нибудь производителю, чего бы то ни было там, которого можно прорекламировать, сам по себе, он вообще не интересен, даже если зачастую это топовый боец, он лох, чмо, блядь, и вообще поебать на него, в медиаполе он вообще никакой, важно попасть в эфир, а эфир обеспечивает, по сути, организация, то есть, будешь ли ты там, не будет тебя там, турнир все равно пройдет, его Сара все равно посмотрит, плюс-минус, то же самое количество зрителей, опять же, мы говорим, конечно, о том, что Конор, будет Конора или не будет Конора, просто ты там дефолтный Вася, там, да, в карде бьешься, даже ты там в топ-15 находишься, тебя поменяй на любого другого, блядь, Василия, и количество просмотров от этого не изменится, и то есть, по большому счету, как бы раньше бойцы, когда не было ограничений таких, по контрактам спонсорским от UFC, зарабатывали, по сути, не потому, что они такой золотой пизды колпати, там, да, супер охуенный, интересный, нет, просто потому, что он идет сейчас в клетку, и его, соответственно, да, потом по записи будут там бойцы смотреть, или в прямом, зрители, или сейчас в прямом эфире, а замени его, блядь, на кого угодно, и, соответственно, результат для производителя, там, той или иной продукции, в плане привлечения зрительского внимания, потенциальных клиентов не изменится, и поэтому, опять же, забегая вперед, когда начинают говорить, что UFC грабит бойцов, ну, вот, там, тролли-вали, спонсорские контракты, так в данном случае, не спортсмен, еще раз говорю, представляет для себя интерес, если он такой охуенный, интересный, так пусть он заключает эксклюзивные контакты с другими производителями, пусть он снимается там в рекламе какой-то, и так далее, то есть, если он реально заебатый такой, типа там, не знаю, десаней какого-нибудь, но ведь нет, большинство из них, нахуй, никому не нужны, не интересны, максимум, что не могут рекламировать, это у себя в инстаграме кбд, блядь, все, и то, потому что в определенный момент, на это кбд начали пихать через всех, блядь, что там, у тебя там 5 подписчиков в инстаграме, на, денег, блядь, иди, фотайся, нахуй, с хуй той какой-нибудь, с пипеткой, ебучей, ну, вы поняли, короче. Так вот, мы уже определились, что если в целом смотреть по миру ММА, то в UFC сам большие выплаты, как минимальные, если сравнить, например, с ближайшим преследователем, каким-нибудь биллатором, да, так и максимальные, то есть в принципе заработок UFC у бойцов, который предлагается, допустим, чемпионом, реально топовым бойцам, ты столько бабок нигде не заработаешь, ни в биллаторе, ни в ПФЛ, ни в ACA, нигде бы то ни было еще. То есть, опять же, есть опции, там, да, как мы все знаем уже, допустим, если боец становится чемпионом, то ему предлагают, по сути, два варианта развития дальнейшего карьеры. То есть, либо в контракте появляется, ну, типа в контракте увеличивается фиксированная стоимость, ну, его выступление, да, то есть он просто получает гарантированно больше, либо в контракте появляется пункт по проценту от платных трансляций. Но здесь, опять же, каждый смотрит на себя. Если человек заебись продает, то он, соответственно, получает проценты. Если же, как бы, он представляет немного другой интерес для организации, то там уже идет разговор про гарантированные выплаты. Просто для тех, кто не в курсе, я объясню. Вот, допустим, тот же самый Хабиб, это просто очевидные вещи. Он в определенный момент был интересен UFC, и нужен был UFC, для того, чтобы выйти на восточный рынок. То есть вот этот бойцовский остров, хуй остров, все остальное, то есть как бы без Хабиба это было бы очень трудно осуществимо. Но при этом всем прекрасно было понятно и известно, что Хабиб сам по себе, он западному зрителю нахуй не нужен и не интересен. И он не продает трансляции. То есть просто вы смотрите, допустим, какой-нибудь карт, где Хабиб уже на тот момент раскрученный, там, чемпион без пояса, который всех поломает, разъебет и так далее. Допустим, турнир какой-нибудь против Майкла Джонсона, по-моему, это как раз был номерной Турики. А вот какой-то из Туриков его перед боем с Конором прослеживал, смотрел, где он дрался, победил там, блядь, разгромно, это все преподносили так информационно. Так вот, Турик продал что-то типа 200 тысяч платных трансляций. При условии, что помимо Хабиба там были другие бойцы, и возглавлял его чемпионский бой, то есть карт был насыщенный, и тут еще и Хабиб в карте. 200 тысяч платных трансляций. То есть Хабиб без Конора вообще никто. То есть безусловно, конечно бы завели на Ближний Восток, если бы он стал чемпионом без Конора, там как-то еще, но вот вообще никак. То есть что-то на уровне Димитриуса Джонсона, который нахер никому был не нужен. Ну вот, чтобы вы понимали, да, как-то так. И в общем-то, вот UFC, мы разобрались. В мире MMA зарабатывают бойцы максимально именно там. И еще надо понимать одну простую вещь. UFC, в отличие от других... Нет, давайте мы, наверное, закончим, перейдем, наверное, к другому, чуть попозже. Тогда получается, с чем сравнивают люди, когда говорят, что в UFC бойцам не доплачивают? Ну, во-первых, здесь есть две стороны. Две стороны. первое заключается в том, то, что... Сейчас как бы это объяснить, как-то лучше упаковать, пять секунд. Ладно, давайте начнем. Пойдем параллельно, пойдем параллельно, чтобы было понятно. Так вот, когда сравнивают с кем-то, прежде всего, сравнивают UFC с боксом. И здесь уже начинается казус. Как вам всем известно, в боксе есть несколько, скажем так, не то чтобы федераций, ну, там, WBC, WBB, чего-то там еще, там, IABB, блядь, я хуй знаю даже, как они называются. Ну, в общем, там есть много... Блядь. Как это в боксе-то звучит-то, блядь? Федерации, не федерации. Ну, опять же, это разговорный подкаст, поэтому вы меня за какие-то паузы, я прошу прощения, прошу прощения. Бокс. Бокс. Тренировки. То. Короче, ну, в общем, мы все прекрасно понимаем, что, допустим, там есть как раз в каждой весовой категории, там, условно, 4 пояса, там, да, если вот там боец там 3 или 4 этих пояса в кучку собрал, он считается абсолютным чемпионом. То есть, мир бокса, он достаточно многогранный. Там есть огромное количество весовых категорий, там есть огромное количество вот этих вот федераций, там, да, так их назовем, со своими поясами, то есть, и в одной и той же весовой категории может быть несколько чемпионов, там, по разным, по разным версиям. И вот их потом сводят, чтобы выявить там настоящего, абсолютного чемпиона. Плюс, в каждой весовой категории, в своей, есть там какой-то еще чемпион. То есть, свои какие-то темы, то есть, это в целом целая большая система с огромным количеством бойцов, где вот это все отлажено, когда мы тут из этого чувака кормим на мешках, блядь, из следующего претендента проспекта, блядь, чтобы набил это ебучие 20-0, там, 30-0, чтобы потом начать драться с кем-то из более или менее вменяемых, чтобы потом у кого-нибудь лоха пояс забрал, чтобы потом с этим поясом бегал, блядь, от другого, блядь, чемпиона в другой организации, чтобы через 5 лет нахуй этот бой состоялся наконец-таки, чтобы, блядь, один из них получил пизды, а потом через год реванш, блядь, а потом, нахуй, третий бой, блядь, и в итоге жизнь прошла. То есть, короче, это целая система, которая существует очень-очень-очень много лет, на которой все вот это все создавалось, было заточено и так далее. Так вот, вот эту всю систему сравнивают даже не с миром MMA, а сравнивают с UFC, с одной, блядь, организацией, то есть, каждый ебучий скукарек в Твиттере, блядь, какого-нибудь журналиста, что вот в боксе зарабатывают больше, чем в UFC, а вот в боксе вот есть вот это, чем, а вот в UFC нет. Мне хочется им ебало, блядь, всем просто набить, если честно. То есть, они сравнивают весь бокс, весь мир бокса, там, блядь, с данной Уайтом условным, да, но это, безусловно, конечно, комплимент в сторону данной, потому что никто, опять же, не будет там вспоминать и говорить там, да, не суммировать то, что там происходит в Разине, в Беллаторе, то, что происходит в One Championship и так далее. То есть, мир МММ тоже уже далеко не так мал, но почему-то всегда, когда происходят какие-то сравнения, прежде всего говорят про UFC. И при этом, при всем, конечно же, сравнивают гонорары бойцов в UFC, причем даже зачастую не чемпионов, с гонорарами, которые получают именно звездные бойцы, такие, как, например, Флойд Мэйвейзер, там, не знаю, Мэнни Пакьяо, там, каких-то блогеров начинают переплетать, при этом оперируют, как правило, цифрами, нарисованными на бумаге. То есть, мы же тоже прекрасно понимаем, да, когда озвучиваются какие-то гонорары, которые берут, сколько заработал бойец UFC, сколько ему заплатили и так далее, это те цифры, которые зачастую просто взяты из воздуха. Лишь в некоторых штатах атлетические комиссии по закону местных штатов обязаны там, да, в основном опубликовать информацию на тему того, кому и сколько было заплачено. Лишь в некоторых штатах. В остальных штатах, где проводятся турниры UFC, эта информация открытая, официальная, вообще не публикуется. А как вы можете заметить, после каждого турнира, там, посты появляются в разных там, соцсетях и так далее, на сайтах, что вы тут заработали столько-то, тут заработали столько-то. А в последнее время российских бойцов, в организации UFC стало побольше, и можно даже прямыми, прямым текстом услышать от кого-нибудь, типа, на уровне, блядь, откуда они вообще эти цифры берут? Это вообще, ну, не имеет никакого отношения к реальности. На этом что-то там у себя в голове, блядь, насчитали, как рейтинг Forbes, там, да, условно, и вот опубликовали. А говно всякое там хавается кем-то. Вот. И, во-вторых, момент такой, что, когда сравнивать с боксом, опять же, надо понимать, что в боксе тоже своя, соответственно, экономика. Основной, как бы, здесь момент заключается в чем? То есть, в боксе, типа, существует вот этот акт Али, где там не может быть, соответственно, один и тот же человек там и промоутером, там и организатором, и все на свете. То есть, там невозможно такая ситуация, как, например, в случае в UFC, типа, где Дана Уайт, он же и владелец организации, то есть, организатор боя, он же там, да, у него же и бойцы на контракте и так далее. То есть, такого там невозможно. Типа, там все это разграничено, и это вроде бы как должно к вести к честным взаимоотношениям, к свободе, там и так далее, и так далее. По факту же, это создает наоборот большую, как мне кажется, мешанину, большее вовлечение заинтересованных лиц, коррупцию, попил бабла и все остальное. И опять же, те цифры, которые мы, например, видим, что там боец заработал, там столько-то денег, гарантированный, там, да, у него выплата, плюс процент с пей-первью, но мы не понимаем, ну, и там опять же, это все преподносится, что в боксе, типа, львиная доля денег, которые, соответственно, генерируют то или иное событие, уходит именно боксером, то есть, там нет такого перекоса, как в UFC, типа, где большую часть по факту зарабатывает организация и делится лишь частью, там, да, ну, опять же, обоговоренно в контракте с бойцами. Но при этом, при всем, опять же, мы не понимаем, сколько боксер, на самом деле, от своей доляхи, отчисляя, там, опять же, своим каким-то, там, своему лагерю, своему тренеру и так далее. Опять же, я, там, человек даже особо сильно с боксом не знакомый, допустим, там, читал про какие-то скандалы, когда, допустим, там, Головкин чуть ли не судился с своим тренером, потому что тот дохуя бабла с него, там, с бои снимал, потому что, например, у него были договоренности, это, я так понимаю, достаточно часто встречающая ситуация, когда тренер получает процент от гонорара боксеру. Ну, естественно, до поры до времени боксер это может устраивать, а когда он становится чемпионом, не хочется откидывать, там, да, лямчик чуваку, который вроде бы делает ту же самую работу, как и пять боев назад, но только тогда, когда это были другие гонорары, он за это получал, там, условно, 50 тысяч долларов, а сейчас почему-то я должен ему лям заплатить. Ну, то есть, вот такие вот вещи, да, и еще раз говорю, там, все далеко не так просто. Очень часто идет манипуляция цифрами. Опять же, сейчас, если перейдем в сторону блогеров, то вот был бой, допустим, там, Джейка Пола против кого-то там. И звучали цифры, что вот, там, мы продали сколько-то там платных трансляций. И тут же люди побежали, там, сравнивать. Вот, посмотрите, тут же проходил турнир UFC, вот он продал, там, не знаю, там, 300 платных трансляций, а вот эта вот хуйня продала, там, 400, и байя. Сосите хуй UFC. Да, навайд, пидорас, долбоеб, ты вот такой вот. Я просто с ребятами в чате эту тему обсуждал, я, как бы, им говорю, ребята, давайте, как бы, либо прошел человек какого-то подтверждения, если это сугубо какая-то такая, прям, реально, из высосанной с пальца информация неочевидная, на которую пруфы найти сложно, либо просто иду в Google проверяю. Я просто, когда вижу такие цифры, думаю, дай посмотрю, а сколько стоит Pay-Per-View, ну, актуальной информации. И, допустим, там, на UFC, там, платная трансляция на этот карт стоила, там, 100 баксов, а платная трансляция на вот этой ебучей, там, вечер бокса, блять, этого ебаного Джейка, там, Пола, или как его зовут, 50 баксов. То есть, сравниваем количество, но не сравниваем цену, получается, да? То есть, ну, так, блять, не работает, откровенно говоря. Опять же, там был далеко не самый крутой карту UFC, если не память не изменяет, а в то же самое время у Джейка Пола, там, блять, в перерывах, там, чуть ли не Джастин Бибер, там, выступал, там, реально была концертная какая-то программа целая, то есть, к боксу это было такое, тоже отношение, очень приближенное, откровенно говоря, так, издалека, вот. Потом, опять же, возникают цифры, допустим, по реваншу Пола против Пудли, и там, что-то типа 60 трансляций тысяч, и все такие начинают, как бы, блять, плеваться, типа, это апсер и так далее. Опять же, можно вспомнить бой его братишки против Флойда Мэйвейзера, опять же, вот, берем бой Флойда Мэйвейзера, опять же, выставочный против Теншного Насукавы, в Японии, где он там дрался под эгидой Райзина, опять же, это все проводилось, и как это все было сделано, вообще, в целом, подача, съемка, вот это вот все, антураж у японцев очень красиво, там, вот это все величественно, музыка, там, анонсы, и так далее, то есть, реально, встретили, как гостя дорогого, заходи, он там вышел на Сука, у этого натыкал в первом раунде, нокаутировал, там, ему цветы, кубки, там, все улыбаются, музыка играет, народ плескает, вы видели вообще бой, блядь, его против этого пола, там, настолько, в уебищном, каком-то помещении, это проводилось, там, я не шучу, крыша протекала, стол, за которым сидели комментаторы, его, блядь, заливало водой, они там, какой-то клеенкой ебучей, там, накрывали это все, чтобы не залить, там, на ринг капало, блядь, объяснить, почему это все происходит, потому что, вот, как раз таки, как говорил тот же самый Дана Уайт, мир бокса выглядит, и устроен таким образом, вот, блядь, вот мы сейчас провели турнир, какой-то там, вечер бокса, да, бабки попилили, блядь, покололи, и разбежались нахуй, все, блядь, дальше трава не расти, над каким-то развитием, там, над чем-то еще, вообще никто не думает, просто всем похуй, то есть, что-то там собрали, на каком-то хайпе, бабок накрутили, все заработали, все, и все это проводится на таких уебищных, вообще, в таких уебищных условиях, с такими минимальными затратами, даже по картинке, как это снимается, вы посмотрите, просто сравните уровень съемки, не, там, боя, там, условного, там, не знаю, Джошуа против, блядь, кого-нибудь там, блядь, не знаю, Фьюри против Уайлдера, не это, где действительно, там, где раз, там, два в году проходящие крупные противостояния, а дефолтный турик, вот, недавно даже смотрели, этот артист против какого-то уебка еще одного, ну, это же просто, блядь, полупустой, блядь, зал, съемки ебаные, да, и при этом, при всем, ты, если даже захочешь посмотреть какие-то промо-материалы и так далее, ты их не найдешь, потому что никто не снимает, там нет такой ситуации, например, как в UFC, там, да, ну, опять же, на какие-то крупные там, да, поединки это снимается, но здесь по факту на каждый, там, турнир промки, медиа не день, там, да, интервью, журналисты, со всем кардом пообщались, фактически всех бойцов пригласили, там, более или менее, да, то есть, как-то там фотосессии, промо-материалы, постояли на камеру, что-то там поделали, краткие интервьюшки взяли, то есть, ты как фанат, если, например, ты смотришь UFC, ты реально, то есть, как бы можешь проникнуться, то есть, если ты заинтересован, если тебе это интересно, вот тебе весь контент, нати, получите, распишитесь, а там, это реально делается все на столько уебищном уровне, просто по одной простой причине, бабки покололи, разбежались, в UFC, безусловно, бойцы типа зарабатывают меньше, вот, но по факту, то есть, как бы организация, и сама зарабатывает, естественно, заебись, но при этом и вкладывается, то есть, там, перформанс институты эти строят, где бойцам UFC, на очень льготных условиях, чуть ли не за бесплатно, по-моему, можно тренироваться, жить, по сути, получать обслуживание, в том числе, от персонала, там, медицинское, а-ля, там, массажисты, и все остальное, вот, то есть, как бы, да, и спокойно, можешь жить, тренироваться, та же самая же, Куницкая рассказывала, что они, там, с Тиаго Сантосом, в Вегасе, или где, там, тусили, вот, по сути, у тебя зал, то есть, ты к хату снимаешь, ездишь, тренируешься, занимаешься, готовишься, все к твоим услугам, как говорится, вот, но банально, любой боец, там, даже иностранный, может, по сути, приехать, там, да, и на очень льготных условиях, там, жить, заниматься, и так далее, готовиться к своим поединкам, это же, опять же, все для бойцов делается, то есть, все вот эти залы и прочее, там, опять-таки, медицинское обследование, и так далее, и так далее, плюс, надо же понимать, еще одну простую вещь, то есть, как бы, UFC, она, за счет вот этого, за счет того, что она зарабатывает и вкладывается, она может делать, в том числе, и очень знаковые решения, то есть, допустим, в определенный момент, многим казалось, что UFC развалится просто по той простой причине, что они ввели допинг-контроль, то есть, банально проведем параллель, ACA, которые считали, на тот момент ACB, что они, там, главные лидеры, там, мейеринга России, по крайней мере, Хасиев обещал, что мы введем допинг-контроль, а через какое-то время, он такой, ну, мы, короче, не будем вводить допинг-контроль, я предлагаю ввести его всем, говорят, а почему, ну, типа, если мы введем допинг-контроль, это неизбежно вызовет отток бойцов в другие организации, типа, мы, по сути, как бы, ну, сыграем им на руку, то есть, он тем самым, де-факто признал, что в организации очень много бойцов, которые так или иначе используют разную фармакологию запрещенную, допустим, на Западе, если ввести допинг-контроль, то, как бы, многие бойцы просто не будут выступать, они уйдут к конкурентам, он на это был пойти не готов, в UFC, они сами заключили договор с USAD-ой на дополнительные усиленные тестирования, то есть, ранее тестирование, как и сейчас, осуществляется с помощью атлетических комиссий, то есть, ты перед боем в банку пописал, после боя в банку пописал, здесь же тебя могут хлопнуть любой день, недели, любой месяц, приехать и так далее, понятно, понятно, опять же, что система работает не идеально, что может произойти там все, что угодно, она и наебывается в том числе, но тем самым, как бы, все равно бойцам жизнь усложнили очень сильно, именно тем, кто любит, скажем так, подколоться, вот, и UFC это делает, несмотря ни на что, то есть, все говорили, о, сейчас все, все уйдут в Белоторт, все уйдут туда, так не ушли, нет, ушли кто-то, сыграло ли это как-то, блядь, сильно там, да, в сторону UFC, да нет, когда UFC вели вот эти контракты там, соответственно, да, спонсорские и так далее, когда не запретили бойцам, со своими брендами, приходить на официальные там мероприятия UFC, в том числе, выходить на бой, тоже говорили, сейчас все уйдут, ебаный, так, ну и что, куда уйдут, я все это подвожу к тому, что UFC, как бы, они занимаются, развитием организации, именно поэтому организация, в определенный момент, была продана за 4 миллиарда долларов, перед словом, что когда-то она была выкуплена, убыточной, в долгах, соответственно, братьями Фертиты, после, ну, как бы, скажем так, разговора с Данной Уайтом, то есть, из убыточной компании, превратиться в компанию, там, да, стоимостью 4 миллиарда, ну, вы сами все прекрасно понимаете, что просто так это не делается, это не бокс, где всем поебать, насрать и так далее, где все выглядит крайне ультра уебищно, а на самом деле в боксе зарабатывают единицы, единицы реально зарабатывают крупные бабки, и то я там, что-то пару лет назад читал статью, что с уходом Кличко, с уходом Эйвейзер и так далее, вообще, в принципе, эра Pay Per View вот этих гигантов, она уходит на нет, там реально, вот в тяжелом весе остался Фьюри, действительно, интерес, который представляет какой-то, остальные все, Джошуа, Уайлдер, это уже так, отработанный материал, то есть, кто остался-то вообще, ну, Усик, ну, Усик тоже, как бы, да, под вопросом парень, то есть, в принципе, бокс, он свою вот эту гигантию утратил, то есть, ее более, в принципе, нет, поэтому опираться там, на что-то сравнивать с кем-то, с какими-то единицами, при условии, что в принципе на боксеров там поебать, и в прелимах там даже того же самого крупного турнира могут драться там пацаны, блядь, за 500 баксов, ну, это смешно, просто смешно, когда говорят, что в боксе бойцов уважают, когда еще раз говорю, там в прелимах бьются за муку, и никого не ебет там, да, судьба этих людей, бедолаг, это вообще, в принципе, ну, за гранью добра и зла, о чем тут вообще говорить, вот, как-то так, к тому же многие бойцы реально рвутся в UFC, переходят даже из других дисциплин, кстати, в том числе из бокса, если мы говорим о женщинах, потому что женский бокс это просто клака, да, потому что, опять же, еще раз говорю, UFC вкладывается в развитие своих бойцов, в том числе в информационное развитие, мы много раз видели такую ситуацию, когда чувак, там даже в прелимах UFC подрался, показал крутой перформанс, супер крутой нокаут, его тут же там растиражировали по всем там, да, твиттерам, инстаграмам UFC, тут же по всем там джанги, файдингам пробежались, вчера у чувака там в инстаграме было 10 тысяч подписчиков, завтра у него там 160 тысяч подписчиков, кто такой буст даст, где еще так можно пропиариться, поэтому многие в UFC рвутся, и в целом даже организация может при желании, если боец готов, хочет, может и так далее, сделать из ничтожества реально, ну как бы информационно интересного персонажа, как например история с тем же самым Шоном Амамайли, ну ведь дерьмище, ну реально дерьмище, без каких-то топовых амбиций вообще, ни разу не ищемпион и так далее, ну вот, получите, распишитесь, чувак интересен, чувака там интервью берут, там да, грива цветастая, травку курит, с девушкой свободное отношение, как бы, и все, пример для подражания, как говорится, для западной молодежи, так что, пока кто-то там кукарекает со стороны, и кого-то с кем-то сравнивает, UFC развивается, растет, и бойцы идут туда, потому что в мире ММА это вершина, а в боксе, допустим, чтобы выйти на какой-то уровень, сейчас, на данный момент, тебе нужно сделать что? Тебе нужно либо провести охуенную любительскую карьеру, выиграть олимпиаду, блядь, по боксу, а потом провести еще 10 там, боев в профессионалах, там 10-0 под предварительством какого-нибудь хитровыбанного менеджера, чтобы тебя ненароком по танке не кинули, и потом ты, может быть, на что-то выйдешь, либо тебе нужно просто по профитам тоже, ну, в любителях, что-то там, да, получить, с детства тренироваться, знамить себе рекорд, опять же, там, аккуратненько, 20-0-30-0, и потом, может быть, ты к чему-то придешь. В ММА ты можешь прийти с очень скромным послужным списком, и попав в UFC, там, через Contender Series и так далее, допустим, да, буквально за 1-2 боя выйти на реально очень хороший, достойный заработок. То есть время, время выхода на более или менее достойный уровень, при этом с параллельным медийным развитием, гораздо быстрее, чем в мире бокса, блядь, просто в хуильон раз. И это все прекрасно понимают. И здесь мы переходим к следующему моменту, когда тоже кто-то пишет иногда, в частности, Руслан в чате тоже один раз написал, что раньше в UFC попасть было достижение, а вот сейчас просто, типа, блядь, мусорка-помойка. Раньше просто была ситуация такая, что реально кто-то себя еще мнил конкурентами UFC, UFC еще не были в том, как бы, скажем так, режиме полной доминации и так далее. И у них была такая идея. Они, по сути, убивали, как бы, другие организации, либо полностью их выкупали, как это было с Прайдом. Ну, Прайд просто им подмахнул, потому что, насколько я вам помню всем, там был скандал коррупционный, там в том числе связи с Якудзой и так далее. И, в принципе, Прайд умирал, поэтому, собственно, его и выкупили. Ну, вот, убрав тем сам конкурент, и, как оказалось, в последствии, Дана Вайт с Акакирибой, или с Акакирабой, подписал контракт, в котором, соответственно, еще было прописано, что тут не будет в течение 10 лет ничем заниматься, как бы, да, в мире ММА. Очень разумный ход. Сразу, да, ясно, да? Потом, впоследствии, они выкупили таким же образом Strikeforce и так далее, расформировали, выкупили в определенный момент World Extreme Cage Fighting. Была такая организация, в частности, из которой в UFC пришли Жазелда, Домини Круз, Юрая Фейбер, Чейлсон, по-моему, там дрался, Гловер Тишейра там дрался. То есть, очень многие бойцы там дрались. Так вот, остальные компании, которые остались на рынке, в принципе, стали фармлигами UFC, многие. Типа, там был Legacy FC и RFA, объединившийся в LFA Legacy Fighting Alliance, опять же, Titan FC, какие-то организации появились, типа Invicta, и там просто женщина, которая руководит Invicta, она в определенный момент была матчмейкером, именно женским, в Strikeforce, насколько я помню. И она же потом просто сделала организацию, чисто женскую, под названием Invicta, которую тоже стала фармлигой UFC. То есть, все крупное выкупили, все мелкое сделали своими фармлигами. И тем самым, они просто закольцевали все в себе. То есть, раньше они были нацелены на то, чтобы чемпионов других организаций за большие бабки подписывать к себе. Последнее, реально супер громкое подписание, которое было, это была покупка Аверима. За него заплатили реально дохуя. И бабок контракт им предложили реально дохуя. Вот. И все, по большому счету. Больше покупать-то некого. Все остальные чемпионы, которые приходили даже из Беллатора, даже с плюс-минус известные, они уже стоили значительно дешевле, как тот же самый Чендлер. Про Уилла Брукса я вообще молчу, который пришел, блядь, чемпионом, оподливился и ушел. Да. И так далее. Ну вот Эдди Альварес отчасти. Отчасти. Эдди Альвареса можно назвать громким подписанием. В принципе, и то доверимо недотягивающие. Собственно, и все. С развалом страйкфорса реально дальше уже такие эпизодические моменты лишь пошли. Потом, в общем-то, UFC, когда разрослись, когда конкурентов устранили, они просто превратили себя из вершины цепочки в закольцованную систему. То есть UFC это мир MMA внутри мира остального MMA. Они уже не заинтересованы. То есть раньше они другим организациям давали, скажем так, вот этот наоткуп задачу роста каких-то а-ля проспектов и потом их подгребали. То сейчас они уже готовы за счет того же самого Contender Series, за счет того же самого TAF сами выращивать молодую поросль. Потому что это, опять же, на дистанции экономически выгодно. Зачем тебе платить за бойца 100 тысяч условно, который выйдет и, возможно, обосрется и вся твоя инвестиция провалилась, если ты можешь взять 10 пиздюков по десятке и если 2-3 из них выстрелят на более или менее средний уровень, ты уже окупился. При этом ты можешь спокойно забивать свою сетку турнирную. Турнирные сетки условное определенное количество турниров в году не переживая за то, что у тебя бойцов не хватит. У тебя всегда есть, кто выскочит на коротке. Фармлиги помогут а-ля проспектики всякие там пиздюки помогут и так далее. Плюс я реально сплю и вижу, и об этом говорю не первый год, на тему того, что UFC сейчас прежде всего ориентированы, конечно же, на рынок Америки и на общемировой рынок. То есть, грубо говоря, раз в неделю где-то проводится турнир. И этот турнир более ориентирован может быть на Европу, более ориентирован на США или на Азию, но в любом случае один турнир в неделю. Настанет время, UFC начнет проводить, может быть, опять же, если экономически это все будет обосновано, по два, а то и три ивента может быть в неделю. То есть, опять же, может быть создано три pay-per-view оси, так называемых, ну или не pay-per-view хотя бы, на Западе будет pay-per-view, какая-нибудь другая финансовая система будет, но опять же, эти три оси могут быть, ну опять же, там Северная Америка, Канада, Бразилия, там Латинская Америка, опять же, Европа, Ближний Восток, условно, да, и Азия. Азия, опять-таки, Австралия, там Океания, Зеландия, Хуяндия, Китай, Япония и так далее. То есть, по часовым поясам. И реально, то есть, как бы, это, в принципе, было, может быть, даже очень прикольно. Если бы, ну, первоначально, наверное, все-таки будет это американская или один, допустим, с пятницы на субботу, с другой субботы на воскресенье. Опять же, один более ориентирован на одну аудиторию, другой ориентирован более на другую аудиторию. Ну вот как-то так. То есть, и все к этому на самом деле идет. Просто, опять же, где-то пандемия, где-то что-то еще, там, блядь, вот эти кризисы, хуизисы, все, они, понятно дело, это бьет по развитию, но к этому реально все идет. Скорее всего, так оно, в общем-то, и будет. Так я это вижу. Так что, в целом, сравнивать UFC с кем-то, говорить, что в UFC бойцам недоплачивают, да с чем сравнивать? Просто с какими-то циферками на бумаге нарисованными и вырванными из контекста? Глупо. Просто глупо. Нигде, боец, в перспективе, там, да, в целом, не заработает больше бабла, чем в UFC. Отдельно взятые примеры, опять-таки, рассматривать глупо, когда есть чисто раскрученный на местный рынок боец, опять же, и в каждой там стране, где более или менее развита ММА, буквально один-два человека, и он, грубо говоря, ему нет смысла идти в UFC, потому что там его, грубо говоря, растерзают, растопчут, порвут, а бабок он особо сильно не заработает, чемпионом он не станет. А здесь ему платят, потому что вот его здесь любят. Как, например, того же самого Магомеда Исмаилова. Вот любит его отечественный зритель, ходит на него. Вот это культовое противостояние с Минеевым нарисовалось там, да, на котором можно рубить бабло и так далее. Есть там вариант со Шлеменкой подраться, а в UFC что? Ничего. В общем-то, вот и все, как бы как-то так. UFC штурмовать должны другие ребята. То же самое, например, в определенный момент был Мамед Халидов, который по версии, допустим, того же самого Шутдога очень долго терся на 10-й строчке средневесов, но при этом он никогда за пределами КСВ не дрался, как всем известно, с определенного периода. То есть, хотя его там хотели в UFC подписать и так далее, а зачем? если он больше там не заработает, чем на отечественном рынке. Но других схожих а-ля звезд на уровне Халидова условно там в КСВ нет. Тот же самый, например, там, да, даже, господи, хуеплет-то, блядь. Сейчас, пять секунд. Ну, блядь, этот, подписали-то его, ебать, в UFC. Гамрот, ебаный рот. Тоже, казалось бы, да, вечный домосед, который будет в КСВ там подтираться 250 лет, но нет же, в UFC все-таки перешел в определенный момент, да и в целом другие польские бойцы так или иначе там, как бы, да, спокойно переходят и хотят реализовать себя здесь, в этом самом главном промоушене мира. Так что, еще раз повторяю, про зарплаты бойцов, кому-то платят, не платят, очень глупо сравнивать с боксом, абсолютно глупо. Бизнес-модель UFC, она пиздец, как сильно отличается от бизнес-модели бокса, потому что в боксе ее целая система в принципе нет, каждый сам за себя она там называется, да, и люди, которые там говорят про супер-мега какие-то миллионные заработки, это единицы, то есть, причем в процентном соотношении, да, ситуация даже намного более удручающая, чем в отдельно даже взятом UFC, то есть, грубо говоря, в UFC есть огромное количество бойцов, которые друг дерутся в прелимах, ни на что не претендует и всегда там будут, и они получают там, да, гарантированные свои там как минимум 13 плюс 13, чем больше боев, тем больше еще спонсорские выплаты и так далее, и к ним в принципе относятся как более-менее к людям, и процентов соотношения, допустим, в UFC реальные там бабки зарабатывают, ну, я не говорю сейчас про одного Конора там, который там один заработал больше, чем все остальные, наверное, да, ну, просто там достойные условно бабки там, например, я даже не хочу цифры говорить, но условно, в UFC там в процентном соотношении 10% бойцов зарабатывают, например, хорошо, там 20 зарабатывают, нет, 10 отлично, 20 хорошо, там 30 нормально, остальные там похуйня, да, то в боксе там, не знаю, 1% блять, зарабатывает хорошо, все остальные не зарабатывают нихуя, то есть, ну, вот, утрировано, но чтобы вы понимали, потому что огромное количество профессиональных боксеров едят хуй без соли, блять, и без перспектив вообще, просто нахуй, но при этом почему-то бокс сравнивают с UFC, а если в целом, посмотрите, еще раз говорю, по миру MMA, то даже и сравнивать нет смысла, все остальные организации хуй со суд, так, ну и, в общем-то, последний вопрос, ну, про конкурентов я уже и так, в принципе, высказался, последний вопрос, с которым хотелось бы закончить этот подкаст, хотелось бы узнать твое мнение, в весе спортсменов так много проблем в весогонках, почему промоушен, не меняют правила, вешалок, например, незадолго до выхода в октагон, я сейчас объясню, просто многие путают, как это говорится, теплое с мокрым, или как там, холодное с мокрым, я не помню эту поговорку, но смысл заключается в чем, у каждого своя зона ответственности, UFC подписывает бойцов, UFC организовывает противостояние, то есть, договаривается, подписывает отдельный контракт на бой, и так далее, UFC организовывает непосредственно мероприятия, медиадень, вот это вот все, они организовывают сам турнир, проведение зрителей, выход бойцов и так далее, но все организационные вопросы, так или иначе, замыкаются на атлетическую комиссию, то есть, она должна согласовать тот или иной бой, то есть, например, в одном из штатов, когда хотели провести бой, чтобы против Хабиба Нурмагомедова вышел Пол Фелдер, а не Алла и Квинта, или кто-то еще там, короче, в итоге они залупились на тему того, не согласились этот бой одобрить, потому что слишком большая разница в рейтингах между бойцами, атлетическая комиссия может запороть какой-нибудь бой, если врачу атлетической комиссии не понравится состояние бойца, атлетическая комиссия заявляет судей, судейскую коллегию, бригаду на турнир, то есть, это не поле, скажем так, влияния UFC, кто будет судить и что там будет на карточках нарисовано, они не имеют права увольнять судей и так далее, потому что они в принципе не в их юрисдикции, так это называют, с рефери немного другая история, рефери нанимает UFC, насколько я помню, по-моему, во всех штатах так, но у этого рефери должно быть разрешение на право работу в этом штате от атлетической комиссии, то есть, понимаете, все через нее, и процесс весогонки регулирует атлетическая комиссия, поэтому говорить о том, что почему промоушен не меняет, так не промоушен должен менять, это должны менять атлетические комиссии, как должна выглядеть весогонка, то есть, многие, например, сравнивают с UFC, где реально там они сейчас проконтролируют процесс регидрации, что боец там должен восстанавливать не больше там такого-то веса и так далее, но потому что там организация на себя все замыкает, так же, как, например, в России, ACA на себя все замыкает, у нее типа, а-ля, своя атлетическая комиссия, своя там судейская бригада там и так далее, то есть, у них все свое, они же как бы не пользуются услугами там союза ММА России, у них все свое, то есть, союз ММА России в определенный момент создавался в России, как аналог атлетических комиссий в Штатах, что есть типа, а-ля, независимый орган, с которым вы должны все санкционировать, который должен одобрять проведение того или иного турнира, который предоставляет рефери, судьи и так далее, то есть, это не проблема UFC, это проблема атлетических комиссий, то есть, UFC, конечно, высказывает свое мнение, UFC шкнет на бойцов, которые провалят вешалки, но тем не менее, заявляют в тот или иной бой, да, они могут не предлагать ему бой в этом весе, и сказать, ты заебал, иди дели 77, но контролировать процесс сгонки, там, да, диктовать какие-то свои правила и так далее, как она должна происходить, они устанавливают вес, у нас тут весовая категория 70 килограммов, они могут сказать, у нас будет весовая категория там 85 килограммов, а вот то, выйдет ли боец на весы, встанет, покажет ли стрелка нужный вес и так далее, это уже как бы не их, не их забота, они, конечно, волнуются, они следят, они помогают организовать процесс, не знаю, там, сауна, не сауна, хуяуна, там, да, восстановление и так далее, они в этом заинтересованы, но не UFC придумала эту хуйню с весогонками, не она, и не она должна это дело, по сути, контролировать, это вопрос к атлетическим комиссиям, и я еще раз повторяю, вот это даже не к нашим фанатам относится, а к западным, к медиа и так далее, когда начинают на UFC гнать за судейское решение, когда начинают на UFC гнать за какой-то рефи, там, да коли, там и так далее, да почему так, там UFC, UFC, пусть ебут голову атлетическим комиссиям, блять, пусть по адресу свои, блять, проблемы, какие-то запросы, вопросы, направляют, а не к UFC, потому что здесь, опять-таки, это уже не в их зоне влияния, вот примерно как-то так, вот такой получился подкаст, пацаны, все, что хотел сказать, я по большому счету сказал, на все вопросы, вроде бы как ответил, понятное дело, можно было бы растягивать, растягивать, проговаривать, озвучивать, там, привязывать одно к другому, еще очень-очень долго, это очень длинная история, и многие вещи реально, обычным людям там непонятны, которые не вникают и так далее, да, но в целом, вроде бы, как мне кажется, достаточно доступно, свою точку зрения я высказал, на истину я не претендую, но еще раз повторяю, некоторые вещи, они уж очень сильно прозрачные, чтобы действительно в этом, как говорится, не разобраться. Если вдруг у вас есть какие-то еще вопросы, какие-то темы, которые вам интересны, которые вы хотели бы услышать в формате вот такого разбора, welcome в комментарии на YouTube, чтобы не бросаться, чтобы не раскидываться там, чтобы я не искал здесь, там, сям, оставляйте комментарии на YouTube, и если я вот под этим выпуском в определенный момент увижу, что есть там, банально накопилась пачка вопросов, значит, есть смысл записать следующий выпуск, вот как-то так. Опять же, эти все темы, они в какой-то момент уже проговаривались, но еще раз повторяю, аудитория меняется, приходят новые люди, они не знают, они не разбираются, они задают вопросы, ну уж если они их задают, они должны получать на них ответ. А на этом я с вами прощаюсь, ждем турниров, ждем событий, благо на этой неделе их будет достаточно много, и надеюсь, нам всем повезет. А на этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok